Продолжаем выпуск. Сегодня столица стала красивее. На стене одной из многоэтажек на Ботанике появилась картина размером в 300 квадратных метров. Кишиневцам идея понравилась. Работу выполнили художники из польского города Гданьска и молдавские из Института искусств. Инициатором проекта выступил Институт польской культуры в Бухаресте при поддержке Кишиневской мэрии. Полюбовалась картиной и наша съемочная группа. Превращение серой стены жилого дома в яркое полотно произошло благодаря слаженной работе художников из двух стран. Картину удалось закончить всего за несколько дней. Практически за пять дней. Где-то почти 300 квадратных метров. И работалось хорошо. Но было немножко прохладно. Ветер. Но это уже специфика проекта. Эскиз разработал молдавский художник. Студент Института искусств Раду Думбраво. Мальчик на велосипеде и аисты в небе. По словам художников, олицетворяют свободу. И являются символами не только Молдовы, но и Польши. Прохожим новинка пришлась по душе. Очень даже нравится. Я проезжала мимо. Специально остановилась. Я не знала, что сегодня открытие этого пейзажа. Табло, портрет оригинально. Красивое лицо. Насчет лицо мальчика. Она и не грустная, она задумчивая. Чтобы был мир на земле. Чтобы было все хорошо в нашей стране. Чтобы было все прекрасно. Очень красивая картина. Очень вписывается в наш пейзаж. И не только прохожим. Очень красиво. Потому что это сделали мои молдавские друзья. Это Молдавская школа художественного живописца. Мы полностью поддерживаем. Считаем, что для города это только на благо. Потому что это и красиво, и приятно. И можно сказать, даже познавательно и воспитательно. Поскольку здесь, если мы смотрим, если можно уже отчетливо увидеть, что речь идет о продвижении вообще здорового образа жизни. Пока у нас появятся и все велосипедные дорожки и все остальное. Вот здесь, кто хочет, может немного поразмыслить на эту тему. Картина на стене жилого дома на проспекте Дичибал стала уже четвертым совместным произведением молдавских и польских художников. Остальные три также можно найти в столичном секторе Ботаника.